Должна больше не перед кем унижаться. Ты хорошая девушка. Я знаю, какой была твоя жизнь раньше, но это не важно. Теперь ты достойна моего уважения. И, пожалуйста, Морилу, прости меня за то, что я осудил тебя. Я рад. От всей души рад, что ты работаешь у нас. Спасибо. Говорю, вам нельзя. А мне плевать, что вы говорите. Я пришла увидеть сеньору и не уйду, пока не увижу ее. Кто ты? Зачем ты пришла? Так это вы, Катя. А я Селия, жена Орландо, мать Рубена. Я пришла сказать все, что я о вас думаю. А почему ты решила, что мне это интересно? Хотите вы или нет, но вам придется меня выслушать. Рубен, ты меня напугал. Не пугайся, это я, солнышко мое. А? Где ты был? Здесь. Слушай. Поцелуй меня, а? Опять ты за свое? Ну, всего один маленький поцелуй. Моя рука уже в порядке, смотри. Я даже могу обнять тебя. Ну, подожди, подожди. И что ты пришла сказать мне? Мне жаль тебя, Селия. Вы говорите о жалости? Это Рубена вам должно быть жалко. Нет, нет. Не забывайте, это не я искала его. Это он вломился ко мне в дом и нарушил мой покой. Я поверить не могу. И все эти годы вам было все равно, как там ваш сын? Я вообще не понимаю, зачем ты пришла. Запомни раз и навсегда. Что бы ни случилось с Рубеном, мне это безразлично. Конечно. Чего же еще от вас ждать? Ведь вы бросили его младенцем, когда ему было всего несколько месяцев. Рубен так нуждался в вас. Но у него была я. Я вырастила его. И я исполнила свой долг. И теперь, когда он, движимый понятными чувствами, хочет найти вас, вы обращаетесь с ним, как... Хватит! Я уже достаточно наслушалась. С меня хватит! Вы правы, сеньора. Лучше вам оставаться здесь. Ваша жизнь так не похожа на нашу. Так будет лучше для всех. Мне жаль вас. Вы всегда будете одиноки. Как сейчас. Прощайте. Привет, Моника. Привет, Моника. Что вы здесь делаете? Не будь такой злой, Моника. Мы скучаем без тебя. Вы соскучились, сеньора. Лицемерка. Я говорю не о себе, а о твоей несчастной дочери. Я уверена, ты никогда не думала, какой вред ты ей наносишь своим поведением. Нам с вами не о чем говорить, и тем более о моей дочери. А я думаю, есть о чем. Ведь теперь я ею занимаюсь. И если быть откровенной, должна сказать, что теперь за Нитой присматривают гораздо лучше, чем раньше. Не знаю, сеньора, какой смысл был приходить сюда, чтобы бросить мне в лицо те же упреки, что и раньше? Сделайте одолжение, уходите! Ты очень неблагодарная, Моника. Мне жаль тебя. Не понимаю, откуда ты берешь силы так достойно держаться в таком-то месте, запертая от всего мира, вышвырнутая вон. Хватит! Уходите, или вас выкинут отсюда вон! Не злись, Моника, я рада видеть, что ты все такая же. Жалко, что приходится держать тебя от заперти. Пусти! Нет, пустите! Нет, нет, я не хочу! Нет! Ну что, ты пойдешь к Валерии или нет? Мне ничего не хочется. А тем более идти на какой-то праздник. Но она же наш друг, она уезжает. Мы должны сделать над собой усилия. А отец и Патрисия будут? Между Амброзио и Патрисией уже ничего нет? Нет? У них будет ребенок, тебе этого мало? Но Патрисия рассталась с Амброзио? Я ее не понимаю. Почему она отвергла моего отца при таких-то обстоятельствах? Это странно, Амброзио тоже не понимает. Его не было на работе уже несколько дней. Марио говорит, что он ужасно подавлен. Патрисия – это наше вечное проклятие. Но, похоже, она этого не понимает. Я подозреваю, что никто из вас троих не понимает, что происходит на самом деле. Спасибо, что пришел меня навестить. Но беспокоиться не о чем, я в порядке. Да, но почему ты такая бледная? Накрасилась, наверное, мало. Нет, дело не в этом. Я думаю, ты больна. Ты все твердишь одно и то же. Но, уверяю тебя, Рейнальдо, беспокоиться не о чем. А я думаю, есть о чем. Селия, Адет и ты. Вы все от меня что-то скрываете. Ничего мы не скрываем. Но я уверен, что ты плохо себя чувствуешь. Ты больна. Нет, я не больна, Рейнальдо. Я жду ребенка. Ребенка? И ты так спокойно говоришь? И кто отец? Ради бога, Рейнальдо, без драм. А что еще ты прикажешь мне делать? Я уверен, что отец этот мерзавец, Сезар Августа. Патрисия, я думал, что такое случается только с глупыми девчонками. Но, судя по всему, ты тоже позволила вскружить себе голову. Этому негодяю придется иметь дело со мной. Я запрещаю тебе так говорить. Ты не можешь вести себя как дикий зверь, Рейнальдо. Этим делу не поможешь. И ты его еще защищаешь? Никого я не защищаю. Я защищаю свое право принимать решения. И потом мы с Сезаром Августа все еще женаты. Ты меня не слушаешь, Рейнальдо, и начинаешь говорить какую-то ерунду. Это я решила завести ребенка. И никто мне голову не кружил. Сезар Августа вообще ничего не знает. Да? Так чего же ты ждешь? Минимум, что он может сделать, это содержать его, не так ли? Ты говоришь, как все мужчины. И если ты думаешь, что мужчины отвечают только за то, чтобы кормить своих детей, то ты ошибаешься. Хотел бы я увидеть лицо отца, когда он об этом узнает. Беги. Расскажи ему. Беги, Рейнальдо. Исполни свой долг. Беги скорее. Что ты здесь делаешь? Ты что, никогда не оставишь меня в покое? Я не виноват, Габи. Ты никак не хочешь понять. На этот раз дело серьезно. Я больше умолять не буду. Или ты сейчас же поедешь со мной, или Мануэлю будет очень плохо. Вам не удастся еще раз посмеяться надо мной? Я долго ждал. Очень долго. Сейчас нужно решать. Я не пойду с тобой. Я люблю тебя. Люблю. Ты никогда, никогда больше не встретишь такой любви. Я смотрю на тебя как, как на ангела. Пойми меня, Габи, пойми, ты единственная, кто может спасти меня. Не бросай меня, пожалуйста. Нет, нет, отстань. Не бросай. Пожалуйста, я люблю тебя. Пойми меня, пойми. Я иду на такой риск, а ты не хочешь понять. Я пойду на все. Только бы ты снова полюбила меня. Габи? Продолжение следует. Продолжение следует...